здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал подписывайтесь оставляйте свои комментарии ставите лайки а также пишите мне запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны сегодня по просьбе моих подписчиков я сделаю расклад на 3 тревер диле молодой человек пропал в ирландии в 2000 году произошло это 8 декабря он вышел из бара в центре дублина и больше его никто не видел я посмотрела число фату к сожалению старший аркан смерть может говорить о том что это убийство было запланировано сейчас я посмотрю что произошло с тревером тревер диле сам он родился 15 августа в 1978 году сейчас бы ему было сорок пять лет да так посмотрим что с ним произошло первое причина исчезновения отряда причина исчезновения тревера следующее были ли вообще у парня враги были ли у него враги описание местности где он пропал где он пропал дальше кто возле него находился рядом незадолго до его исчезновения и жив ли тревер или нет если он не живой то здесь этот ряд покажет что все таки произошло как он умер на дне колоды шестерка пентакли перевернутая речь идет о каких-то возможно незаконных денежных операциях так давайте посмотрим первое первое у нас сразу идет смотрите правосудие перевернутая это говорит о том что было нападение что-то произошло и причем и причем здесь идут проблемы с законом первая причина его исчезновения на него напал именно тот человек у кого были проблемы с законом и это однозначно было нападение были ли у него враги ну вот смотрите двойка жезлов перевернутая вы знаете здесь могли быть какие-то проблемы именно какое-то разочарование из-за нечестности каких-то партнеров вот как будто как чье-то влияние идет сам то он по себе был открытым парнем очень открытым таким но кстати вот как будто он чем-то рисковал понимаете что-то как будто он знал какую-то информацию вот знаете по умеренности и по шуту это может быть знаете такое вот какая-то как нерешительность если это посмотреть да в комбинации с двойкой жезлов а знаете еще что это может быть отсутствие необходимых качеств для выполнения определенного поручения вы знаете я смею предположить я сейчас так задам вопрос были ли у него с кем-то на работе проблемы с какими-то коллегами с коллегами и владел ли тревер какой-то секретной может быть информации которую он имел при себе все-таки там что-то происходило что-то там происходило какое-то напряжение все равно с кем-то у него было именно в работе именно что-то могло быть именно с работой причем он мог обнаружить какую-то очень важную скрытую информацию причем информация ну возможно она носила криминальный характер и здесь у него знаете такое двоякое двоякое ощущение он не хотел возможно с кем-то делиться какой-то информации пока возможно ее хотел даже как-то ну знаете что говорят проверить проверить что-то вот как будто это вот произошло что-то вот для него опыт прям какая-то как неудача знаете что-то он как будто недооценил но вот эти новости которые он получил они его полностью разочаровали возможно какая-то была вот все равно у меня такое впечатление что там с финансами что-то было связано так давайте так посмотрим описание местности где он пропал да паш кубков рыцарь пентаклей и перевернутая опять-таки пятерка кубков смотрите паш кубков стоит как будто там канал вдалеке и он держит рыбу пойманную в кувшине где-то как недалеко какой-то должен был быть канал водоем и дорога однозначно по которой могли ездить машины то есть возможно какое-то как производство также еще что-то было то есть какие-то здания офисы и канал ну и по пятерке кубков это все равно вода так кто возле него был рядом незадолго до четверка пентаклей перевернутая тройка пентаклей и императрица вы знаете вот этот человек это все равно был человек вот знаете какая-то как произошла между ними возня какая-то ссора из-за имущественных вопросов какой-то опять-таки риск спекуляций все равно что-то было связано с сотрудником как будто какая-то как что-то там было все равно что-то было связано с его трудовой деятельностью понимаете так давайте посмотрим живой однозначно карта страшный суд нет его карта повешенной его его ой и идет перевернутая карта рыцарь жезлов однозначно его убили его убили причем на него было нападение и здесь я вообще вижу как какую-то бандитскую как какая-то ну человек который мог принадлежать какой-то бандитской среде понимаете однозначно его убили так как же мне еще преступление это кем-то планировалось тройка это предательство все равно хоть она и перевернутая да за ним как будто наблюдали что это могло как это могло быть связано с его профессиональной деятельностью и опять идет шестерка пентакли перевернутая ребят нужно ноги искать именно в его работе что-то там могло такое произойти возможно он что-то увидел что-то узнал какую-то информацию и тот человек который его убрал скорее всего он кого-то нанял тот человек который работал с ним чтобы его убрать потому что побоялись что какая-то возможная информация выйдет за пределы за пределы этого офиса где он работал какая-то это все равно было связано с крупной какой-то аферой именно связано с деньгами так а куда дели тело да Тревора дели куда они его дели так восьмерка кубков двойка мечей карта смерти вы знаете у меня вообще такая идет могли могли кинуть вот как в канал да как но все-таки нет у меня есть предположение что его как будто как вывозили даже куда-то как на свалку то есть вот так вот а там как говорится это откопай да карта карта смерти то есть где вот где-то что-то находится что вот какая-то как свалка где что-то как отработанный какой-то уже материал ну раз продумано это было преступление значит значит так его однозначно вывезли и опять десятка мечей выпадают его вывезли конечно его убили все равно нужно было искать информацию в его профессиональной деятельности что-то вот знаете у меня даже сейчас какая помните фильм привидение по-моему привидение этот фильм называется там играет Дэми Мур и Патрик Слэйзи когда его как раз таки убивают из-за того что там его вот этот друг делает крупные финансовые операции почему-то у меня вот такая идет информация он что-то мог нащупать может быть еще не до конца был в чем-то он уверен и его убили это все равно связано с профессиональной деятельностью но это нападение было нападение убийство из-за именно имущественного вопроса напали вроде как это с целью ограбить и убить ну как будто да а там почему вот почему это не рядовое преступление если бы его например убил человек с целью его ограбить он бы и оставил его на месте понимаете а так как он полностью растворился и пропал нужно было скрыть следы преступления чтобы не докопаться вообще было понимаете не докопаться потому что тот кто убивал боялись что именно выйдут на след раскроют ну полиция по ходу дела везде одинаково работают если к данному раскладу у вас есть комментарии напишите пожалуйста берегите своих детей берегите себя всего доброго